Он будет безумно полезным и интересным тем людям, кто борется с акне, постакне, с пигментными пятнами. Главное, я покажу вам один хороший косметический уходовый бренд, который действительно борется с акне и помогает лечить акне. И так как я живу в Японии, конечно же, большая часть моей косметики это именно японские бренды. Вот что касается уходовой косметики, конечно же, я предпочитаю, отдаю предпочтение именно японским брендам, не только потому, что я живу именно в Японии, но и потому, что японская уходовая косметика, можно сказать, что практически признана на всеобщее мировом уровне в плане безопасности и качестве. В моем арсенале есть и европейские бренды, и американские, не только японская косметика, особенно что касается декоративной косметики, там уже, скорее всего, 50 на 50. Но вот в плане ухода я, конечно же, отдаю предпочтение именно японским, японским брендам по уходу за кожей лица. Первый косметический бренд, о котором я хочу вам рассказать, он не широко представлен, скорее всего, вы, наверное, никогда о нем не слышали, но это очень-очень хороший действительно бренд, хорошая уходовая косметика в плане борьбы с акне, которая именно лечит. И покупала я ее именно по совету врача, дерматолога, косметолога. И это действительно очень-очень хороший косметический бренд, который помогает, особенно линейка, которую я вам покажу, которая именно помогает лечить, лечить акне и держать, в общем, ваше высыпание, высыпание на коже лица именно в норме, и не появляться новым воспалением, и при этом помогает убирать старые воспаления, старые акне. Серия этого ухода от бренда Комтис, который вы увидите сейчас на своих экранах, это гипоаллергенная лечебная косметика, она без одушек и подходит для всех типов кожи, и даже для суперчувствительной кожи. Действие направлено именно на то, чтобы держать все бактерии под контролем, то есть не позволяя как бы плохим бактериям на коже вызывать акне, при этом отлично увлажняют кожу, абсолютно не оставляют ощущения липкости и жирной пленки. Она подходит для борьбы с акне также и у взрослых людей, могут использовать люди с различными проблемами кожи, заболеваниями, например, дерматит, экзема, в составе минимальное количество консервантов, поэтому после вскрытия использовать как можно скорее. Минимальное количество консервантов это для того, чтобы уменьшить раздражение кожи, и все средства, кстати говоря, они все средства без одушек. Первым покажу вам, конечно же, это пенку для умывания лица. Мягкое очищающее средство с правильным pH для кожи не используется в составе консерванты, спирт, ароматизаторы и загустителей, поэтому можно назвать это средство гипоаллергенным. В состав очень короткий у этого средства входят следующие компоненты, это вода, полиглицерил-10 лаурат, лимонная кислота, цитрат натрия, хлорид натрия. И поскольку простой и максимально безопасный состав и нет каких-то специальных химических ингредиентов, которые бы давали вязкость, поэтому вот такая форма использования специальной помпой, которая из этой водички делает сразу пену. Мягкое очищающее средство, которое абсолютно безопасно для кожи, его также могут использовать и младенцы, и дети, но это уже, конечно, заявление от производителя. Это было написано в аннотации к этому продукту. Хранить это средство нужно вдали от низких температур. Если в комнате, например, 10 или меньше градусов, тогда в этом средстве, в этой водичке, в самой баночке, может появиться некий осадок, и уже доставать эту пену, то есть пользоваться помпой самим средством, будет немного затруднительным, то есть помпа будет уже не совсем хорошо доставать это средство. Использование этого средства максимально простое. Перед использованием нужно баночку немножко взболтать, и после чего уже с помощью помпы доставать пену. Нажатие рекомендует производитель от 1 до 5 нажатий, и одно нажатие получает 0,7 грамм густой пены. Пена действительно получается хорошая, густая, плотная пена у этого средства. И еще кое-что хочу вам сказать. Это средство, оно не удаляет макияж, но, тем не менее, оно хорошо очищает кожу от пыли, от грязи, от различных загрязнений. Отлично подходит для утреннего использования. В утреннее время хорошо очищает кожу, можно, в принципе, и вечером им пользоваться. В случае, если все-таки был нанесен макияж, тогда, конечно же, сначала использовать гидрофильное масло, или любую жидкость, например, мицеллярную воду, и тогда уже вторым этапом можно использовать эту пену. Теперь следующее средство из этой линии – это лосьон. Освежающий лосьон для чувствительной кожи, для того, чтобы не было раздражений на коже, в составе нет никаких ароматизаторов или консервантов. Я полностью использовала этот лосьон до самого конца, и должна сказать, что по соотношению, в сравнении с эмульсией, которую буду дальше показывать с молочком, лосьон, конечно, очень-очень быстро используется. Хорошо нормализует pH-баланс после умывания лица, и тем более, если вы живете в таких регионах, где вода не очень хорошая, с какими-то примесями, или жесткая вода, обязательно нужно использовать лосьон, или любой тоник, или хорошую увлажняющую воду после умывания. Помимо того, что он нормализует pH-баланс кожи, он еще очень хорошо смягчает кожу, и тем самым своим вот этим смягчением он служит, скажем так, своеобразным проводником уже вашего последующего ухода, например, молочной эмульсии, которую я покажу далее. И вот теперь мы подобрались уже к следующему этапу ухода. Следующий этап – это молочко или эмульсия. Освежающего типа для чувствительной кожи подходит также это средство. После вскрытия упаковки обязательно использовать нужно в течение 6 месяцев, или как можно раньше. Хорошо ложится тональный крем на это средство, поэтому в дневное время можно использовать как базу под макияж. Бренд рекомендует наносить это средство непосредственно руками, но также можно использовать и ватные диски. Наносить это средство при помощи ватных дисков. Средство очень легкое, очень водянистое, но при этом довольно питательное и очень экономично используется. Очень небольшой капельки хватает для того, чтобы покрыть зону всего лица и даже зону шеи. Как наносится это средство, действительно просто идеально распространяется по всей поверхности кожи и оставляет после себя ощущение увлажненности. Сразу после нанесения кожа, конечно, выглядит супер увлажненной. Чувствуется, что вы что-то нанесли, но через некоторое время, минута, две, может три, средство полностью впитывается, и вы абсолютно не ощущаете никаких продуктов на своей коже лица. Но тем не менее, кожа хорошо увлажнена, вы больше не будете испытывать чувство стянутости или чувство сухости кожи. Подходит для всех типов кожи, и для сухой, и для жирной, и, конечно же, для комбинированной. И это, на мой взгляд, довольно, скажем так, магическое средство, потому что оно действительно хорошо увлажняет кожу, и при этом абсолютно нет такого ощущения, чувства жирности кожи, как после каких-то супер увлажняющих или питательных кремов, эмульсий. В этом средстве абсолютно такого негативного ощущения нет. Наоборот, кожа увлажнена, очень, скажем так, бархатистая на ощупь. Можно назвать это средство просто идеальным, и, конечно же, аромата у этого средства нет. И теперь покажу вам хороший питательный крем. Нейтральный освежающий маслянистость у этого крема 22%. Отличный состав у этого крема, который абсолютно не нарушает функции кожи. Молочко и крем, конечно же, не обязательно использовать вместе. Все, конечно, индивидуально от состояния сухости или жирности кожи. И, конечно же, использовать нужно после открытия, в течение 6 месяцев, как и предыдущие продукты. Крем, конечно же, по сравнению с предыдущей эмульсией молочком, уже более питательный, более увлажняющий. Его я люблю использовать на зимний период времени или осенний, весенний, когда еще холодно, и воздух довольно сухой. И если вы живете, скажем так, в регионах, где повышенная сухость воздуха, думаю, этот крем вам очень понравится. Конечно же, этот крем подойдет для людей с сухим типом кожи. И я бы сказала еще, что он просто будет супернаходкой для людей с обезвоженной кожей. Для летнего периода или влажного, жаркого климата, конечно, действие этого крема, увлажнение и питание, это будет, наверное, слишком, слишком много. Все же это средство лучше подходит для сухого и для холодного климата. Ну и теперь мы с вами уже подобрались к следующему бренду. Это у нас с вами бренд Кассе, а именно линейка, которая называется Medicated Secchi Say. Эта линия создана для того, чтобы бороться против тусклой кожи, для придания прозрачности кожи и яркости. И все средства из этой линии, они на основе экстрактов азиатских трав. Хорошо отбеливают кожу, также лечат кожу. И, конечно же, хорошо увлажняют. И идем по порядку. Начну я, конечно же, с лосьона для кожи. Лосьон у меня в обогащенном варианте, рич-варианте для кожи. Есть, конечно же, также и обычный вариант, не обогащенный этого же лосьона. И хочу вам сказать следующее сразу, что я заметила сразу же после первого применения этого лосьона. Этот лосьон очень хорошо осветляет кожу и осветляет пигментные пятна. Абсолютно не липкий, скрывает поры, напитывает кожу. И в составе есть два типа производных алииновой кислоты. Это для лучшего проникновения лосьона даже в самую грубую и самую сухую кожу. Также в составе есть увлажняющие ингредиенты растительного происхождения с высокой степенью удержания влаги. И за счет этого кожа, конечно, будет отлично увлажнена в течение даже целого дня. И даже в сухом климате. Он хорошо регулирует водный баланс кожи, убирая чувство жжения, которое вызвано, например, солнечными ожогами или другими кожными проблемами. Конечно же, можно использовать его для лица, для шеи. И, кстати, можно использовать это средство для тела также. Лечит хорошо, лечит воспаление и высыпание на коже. Имеет слегка, я бы сказала, пудровый аромат. И на сайте написано, что базовыми нотами этого аромата являются роза, жасмин и нежная нотка ромашки. Подходит для всех типов кожи. У жирной кожи это средство будет удерживать излишнюю себум выделение, а у сухой будет регулировать и удерживать влагу. Кстати, осветляет очень хорошо пигментные пятна это средство и придает коже сияние. Ну и наносить лосьон можно либо непосредственно сразу с помощью рук, либо уже с помощью ватного диска. Здесь вы, конечно, уже выбираете сами, как вам удобней. Следующим я покажу вам это увлажняющая лечебная эмульсия. И в составе есть медикаменты, поэтому это средство считается лечебно-профилактической косметикой. Глубоко увлажняет, отбеливает, напитывает и ухаживает за кожей. Хорошо смягчает также и освежает кожу. С богатой текстурой полностью отсутствует липкость. Лечебная отбеливающая эмульсия, она проникает глубоко в эпидемис и при этом насыщая кожу, даря ей упругость, делая поверхность кожи как бы гладкой и белой. В составе, так же, как и у других средств этой линии, экстракты восточных трав. Сохраняет и идеальнейший баланс влаги и приятную свежесть. Также подавляет выработку меланина, предотвращает появление пигментных пятен, веснушек от воздействия солнца. Также сухость, воспаление и другие проблемы с кожей. Имеет тот же аромат, что и лосьон. Следующее наше средство это эссенция суфле или увлажняющая эмульсия. Она очень быстро впитывается, быстро растворяется во всех уголках рогового слоя, оставляет после себя довольно гладкую, очень приятную кожу и полностью отсутствует липкость. Текстура довольно густая, насыщенная, по ощущениям очень похожа на молочко от предыдущего бренда Комтиси, которое я показывала в этом видео. Идеально, конечно, подходит это средство для ежедневного использования. В этом увлажняющем суфле специально разработанная технология бренда МКС, которая улавливает и смешивает между собой все ингредиенты, все составы. Это делается для того, чтобы было безупречное распределение влаги, независимо от состояния кожи. В результате кожа, конечно, становится гладкой, очень мягкой на ощупь и довольно хорошо увлажненной. Также восстанавливает это средство и поддерживает баланс влаги и кожного сала Себума. Это делается для того, чтобы предотвратить грубую и сухую кожу. И уже после первого использования на своем личном опыте могу сказать, что именно перед сном я использовала кожа становится более яркой, более здоровой, красивый цвет на утро после применения этого средства. И при постоянном, конечно, использовании будет появляться все более и более заметное сияние и красивый цвет кожи. Аромат такой же, как и у предыдущих средств из этой линии. Ну а это у нас с вами уже очищающий крем для лица. Он быстро растворяет и удаляет макияж, загрязнение с кожи и очень хорошо успокаивает даже самую чувствительную кожу. Формула у этого крема, как было заявлено на сайте Косе, как заявляет сам бренд Косе, называется формула этого крема «Масло в капсулах». Содержит супер увлажняющие 4 масла восточных трав. Сохраняет естественную мягкость кожи. Этот крем идеально, конечно, для зимнего периода, для сухого климата, для сухой кожи. Во время удаления макияжа крем еще увлажняет кожу. Во время удаления макияжа крем хорошо увлажняет кожу и ухаживает за ней. То есть уже на момент умывания лица делает кожу упругой и вы на момент снятия макияжа, скажем так, делаете начальный этап ухода за кожей лица. Наносить этот очищающий крем нужно сразу же на макияж и на сухую кожу. Хорошо дать крему смешаться с макияжем, с грязью. И после этого можно смыть водой или просто стереть салфеткой. В составе 4 восточных травяных масла, смягчающих средства, ингредиенты следующие, масло косточек абрикоса, масло семян коекса, перилы и масло семян камелии китайской. Также в составе 3 экстракта восточных трав для увлажнения кожи. Это экстракт семян коекса, дягеля и экстракт мелатории. И последним вам покажу, это мылоэссенция для лица. И это средство меня просто покорило. Казалось бы, обычное мыло, чему здесь удивляться, но оно стало моим одним из самых любимых средств для умывания. И можно, конечно же, его использовать не только как для умывания кожи лица, но и, в принципе, для всего тела также. В состав этого мыла входит лосьон также с экстрактами восточных трав, как и все предыдущие средства, которые я вам показывала. Создает очень густую пену это средство. Мягко очищает поры, убирает тусклость кожи, также удаляет старый кератин это мыло. Придает лицу красивый, чистый, здоровый вид кожи. Осветляет как бы немного кожу это средство. Мыло на растительной основе. Из ингредиентами лосьона смягчает старые клетки кожи, которые содержат меланин. И которые, в свою очередь, являются причиной тусклости кожи. И впоследствии причиной появления пигментных пятен. Благодаря смягчению этих старых клеток кожи, они легко отслаиваются и удаляются при помощи этого мыла. Пену, которая оно дает, она плотная, кремообразная и как бы приклеивается к коже. То есть за счет этого она проникает глубоко внутрь пор кожи, удаляя излишки кожного жира, загрязнения. Пена плотная, кремообразная, увлажняющая и очень-очень обильная получается пена с помощью этого мыла. Все средства, которые я показывала вам в этом видео, они лучшего, наилучшего японского качества и, конечно же, безопасны. Серия от Kose Medicated Sekise, она очень и очень популярна в Японии, причем популярна среди всех возрастов. То есть не только для зрелой или средней или для какой-то подростковой кожи, в принципе, очень пользуется большой популярностью эта линия косметики от Kose в Японии. И еще один такой интересный факт, то, что различает представление об уходе кожи у японцев и у нас с вами, европейцев, славян, это то, что для японцев не существует косметики возрастов 20+, 40+, 30+, как это можем видеть мы у себя в наших странах. В Японии японки пользуются косметикой в зависимости от потребности своей кожи, потому что кожа может быть мелкоморщинистая, сухая даже у девчонок в 20 лет. И что же теперь таким девчонкам стоит пользоваться только лишь косметикой, на которой написано 20+, и даже если она не будет подходить под текстуру вашей кожи, под потребности вашей кожи, в этом плане, конечно, японцы более, на мой взгляд, они правильно относятся в плане ухода за кожей лица. Первая серия косметики от ComTC, которая показывала, она суперфрендли для кожи, супербезопасна, гипоаллергенная, но она борется именно с какими-то поверхностными воспалениями, с разными несовершенствами кожи. И подходит, конечно же, огромнейший плюс, подходит для суперчувствительной, атопической кожи, для, в общем, проблемной кожи с разными кожными заболеваниями. Вторая линия косметики, уходовой косметики от COSE, Medicated Sakisei, она также борется с воспалениями, с акне у взрослых людей, не только, в принципе, и у взрослых. Подросткам также можно использовать эту линию косметики, плюс по отношению к предыдущей линии, которая показывала, то, что здесь есть медикаментозные, лечебные средства, которые не только будут бороться с высыпаниями, также можно использовать для ухода эту косметику, как уходовую косметику от постакне. И она, кстати, подавляет выработку меланина, ну, в принципе, я говорила в этом видео, и борется тем самым с веснушками, с разными пигментными пятнами. Ну, и это, конечно же, плюс по соотношению к предыдущей линии. Но теперь минус. Минус это в том, что первая линия, это, как я уже сказала, она гипоаллергенная, для всех подходит. Здесь же, особенно вот в средствах, которые с синими упаковками, будьте осторожны, люди, у которых экземы, у которых есть проблемы с кожей в виде экземы, атопических дерматитов и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, конечно, можно сказать, что только лишь в этом плане можно поставить небольшой минус. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, для вас это абсолютно ничего не стоит и очень быстрое действие, а для меня это очень-очень приятно. Ну и, конечно же, подтверждение тому, что я не зря старалась, не зря записывала и монтировала это видео. Также, пожалуйста, пишите комментарии. Пишите комментарии, я говорю, это не для того, чтобы просто писали комментарии, а мне обязательно важно знать то, что вы хотите узнать и увидеть в моих следующих видео. Особенно, если вас интересуют какие-то японские бренды, японские марки, обязательно спрашивайте, задавайте вопросы, интересуйтесь, и я буду снимать о том, что вас интересуют, свои последующие видео. Ну и на сегодня это все. До следующих встреч, до следующих наших с вами видео. Пока-пока!